Снова приветствую всех на нашем YouTube канале. Наш сайт Классная.ru. Очередная заявка, очередной заказ. Монтаж монолитного поликарбоната на готовую конструкцию из дерева. Данную конструкцию, данную перголу изготовил застройщик. Мы немного передвинем здесь стропила, чтобы стык попадал ровно по стропилам. А в остальном конструкция была полностью изготовлена до нас. Также еще надо будет утопить винты, на которых держится стропила. Для того, чтобы поликарбонат лежал полностью на стропиле, а не частично на шляпке винта. Весь район застроен такими типовыми домами, 3 этажа высотой. И владельцы квартир на первом этаже получают вот такую террасу от застройщика. Но она не закрытая. У застройщика есть регламент закрывать эти террасы монолитным поликарбонатом. Сотовый здесь не допускается. Также глухая кровля здесь не допускается. То есть пергола может быть или открытой полностью, или закрыта стеклом или сотовым поликарбонатом. Для стекла, конечно, конструкция немножко слабенькая. Потому что у стекла очень большой вес. Для такой площади и в целом для такой конструкции. Как я уже и говорил, винты нам немного мешали. Потому что шляпки не были утоплены в массив. Мы выкручиваем их, немного рассверливаем и загоняем на место. Теперь нам шляпки не мешают. Стропила стоят на своем месте. Начинаем подъем монолитного поликарбоната. Монолитный поликарбонат мы будем здесь использовать Novatra. Цвет светлая бронза. Толщина поликарбоната здесь 8 мм. Вес одного листа 60 кг. При такой высоте мы можем подавать с земли, не используя техники. Всего здесь 5 человек присутствует на монтаже. Как видно, здесь по всему району, по всему кварталу вот такие вот типовые перголы. У кого-то они стоят открытые, у кого-то смонтирован монолитный поликарбонат, но не совсем корректно. К нам уже обратились за тем, чтобы поменять его. Потому что люди, которые его монтировали, явно были без опыта и наделали кучу ошибок, которые надо будет теперь устранять. Поликарбонат мы подаем в защитной пленке, к месту монтажа, на место монтажа. После того, как мы его размещаем на месте, удаляем пленку снизу. И частично удаляем пленку для того, чтобы было видно, куда прикручивать шайбы. И шайбы не прижимали за пленку, чтобы впоследствии не мешали они удалять эту пленку. Надо помнить о тепловом расширении поликарбоната. Оно довольно большое. Рассверливаем отверстия шире. Чем саморез. Для того, чтобы поликарбонату было куда расширяться и сужаться. В общем-то, демпферный зазор делаем. Как часто бывает, на данной конструкции не было соблюдена диагональ. Не было прямых углов. Поэтому нам придется подрезать уже непосредственно на кровле. И помимо этого, здесь примыкание шло ступенькой. И очень сложно было бы вымерить и отрезать без ошибок монолитный поликарбонат на земле. Для порезки мы используем погружную пилу с линейкой. Круг мы используем для резки алюминия. Пильный круг для резки алюминия. В ранних наших видео мы использовали циркулярную пилу или болгарку обыкновенную. Также там использовали ровно такие же круги. Пильные круги по алюминию. Но если нужно резать небольшой объем поликарбоната, подходят обычные круги для дерева. Пильные опять-таки круги для дерева. Главное, чтобы там было большое количество зубьев. По прямой, конечно, резать удобнее всего как раз-таки погружной пилой с линейкой. Если нужно вырезать какое-нибудь лекало или прорезать круглое отверстие в поликарбонате под водосточную трубу, нужно использовать лобзик или в случае с трубой использовать шуруповерт с насадкой для пропиливания круглых отверстий в дереве. Их без труда можно купить практически на любом строительном рынке или строительном магазине. Кстати, брус здесь не клееный, брус здесь обрезной. И поэтому немного кривенькая конструкция получается. Можно увидеть небольшую волну на поликарбонате. Если вы хотите построить перголу, рекомендую использовать клееный брус. В качестве стропил можно использовать троганные доски камерной сушки. И также рекомендую обратиться к нам. У нас есть опыт изготовления пергол из дерева, металлоконструкции, навесы мы делаем, лестницы, антресольные этажи. Наш сайт, напомню, называется plastnaves.ru Поможем спроектировать конструкцию, поможем подобрать материалы и так далее. Производство у нас находится в Московской области, Одинцовский район. Но работаем мы практически по всему Подмосковью. Также мы являемся дистрибьюторами нескольких производителей поликарбоната, монолитного и сотового, комплектующих для монтажа поликарбоната. Если у вас есть необходимость просто купить поликарбонат и комплектующие для него, также можете переходить на наш сайт plastnaves.ru писать в WhatsApp, звонить, писать на электронку, как удобней. Мы с удовольствием вам поможем приобрести поликарбонат или приобрести его и смонтировать. Итак, в данном случае мы использовали в качестве соединения поликарбонатный профиль. В других наших работах мы также используем алюминиевый профиль для соединения, но поскольку здесь большое количество стропил, которое позволяет нам использовать профиль из поликарбоната, мы его используем, потому что его меньше заметно, чем алюминиевый профиль. Примыкание здесь делаем из битумной ленты. Приклеиваем стену и приклеиваем ленту к поликарбонату. Хорошо прогреваем феном. Монтаж производим в конце сентября 2022 года. Московская область. Поликарбонат Novatra, толщина 8 мм, цвет светлая бронза. Верхнюю защитную пленку удаляем уже в самом конце, после полного монтажа, после произведения всех работ на кровле, только после того, как мы будем уверены, что не будем больше ходить по поликарбонату. На сегодняшний день стоимость одного такого листа монолитного поликарбоната 205х305 26 тысяч рублей. Стоимость монтажа монолитного поликарбоната зависит от сложности и в среднем составляет от 1000 до 1800 рублей за метр квадратный. На данном объекте нам необходимо было закрыть 25 квадратных метров. Общая стоимость со всеми комплектующими, с работой и доставкой вышла 160 тысяч рублей. Но все же стоимость каждого объекта желательно рассчитывать индивидуально. Напомню, наш сайт plastnaves.ru, там есть кнопка написать ватсап, вы можете отправить туда заявку, подождать какое-то время, и мы обязательно вам ответим. Также мы занимаемся монтажом водосточных систем, снегозадержателей, как на поликарбонат, так и на любую другую кровлю. В данном случае просто не было необходимости в водосточной системе и снегозадержателях. Пленку удалили, работу выполнили. Наслаждаемся выполненной работой. Не забывайте подписываться на канал, смотрите наши другие видео. В них есть видео с подробной инструкцией по монтажу монолитного поликарбоната. Не забывайте писать комментарии, делиться своим опытом в строительстве, в изготовлении подобных конструкций, применении монолитного или сотового поликарбоната. Если понравился наш канал, поделитесь этим видео, поставьте палец вверх под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр!